Добро пожаловать, друзья, на серию передач о божественном исцелении, чудеса исцелений. И мы сегодня с пастором Сергеем Марининым продолжаем говорить о божественном исцелении, о пробуждении, о том, как принести в свою церковь культуру сверхъестественного и культуру единомыслия в сфере божественного исцеления. Правда? Это возможно? Это невозможно. Это не то, что невозможно, это нужно. Это призвание от Бога нам быть вместе. Пастор Сергей, я знаю, что вы часто употребляете такой термин как культура. Ну да, мы сейчас слышим в церквях вот такие термины, потому что они связаны вот с атмосферой, с единством, с каким-то общим мировоззрением. И я думаю, что когда мы говорим о культуре, мы говорим о ценностях. О ценностях. И ценности – это как раз те вещи, о которых мы не просто говорим. Ну, допустим, человек говорит, я вот там занимаюсь, для меня ценно здоровый образ жизни, а сам сидит вот с таким пузом и, допустим… Есть чипсы. Да, и не ходит в зал спортивный, то для него это не ценность. А ценность – это тогда, когда мы не просто транслируем, а мы двигаемся в этом. То есть общаясь друг с другом, нам достаточно легко определить ценности друг друга. И следствие вот этих ценностей – это как раз вот то, что, наверное, является культурой за… Вот тогда, когда мы объединяемся, тогда, когда мы избираем вот общие ценности, мы договариваемся, что вот для нас это ценно, для нас это важно. И тогда вот, ну, освобождается атмосфера вокруг всего вот этого, влияния. И вы говорите вот о культуре, получается, в контексте божественного исцеления, в церкви. Да. Что можно в церковь насадить культуру, да, вот связанную с божественным исцелением. Да. А как вы этого достигаете, какие вот у вас результаты есть? Ну, это нужно, во-первых, вот какие-то ценности начать транслировать, допустим. Ну, одна из ценностей, вот мы говорим в церкви о том, что в церкви должно быть, не должно быть столько больных людей, или должно быть, ну, меньше больных людей. Мы, значит, нам нужна какая-то стратегия. Мы берем и отцифровываем, допустим, раз в квартал, я прошу для того, чтобы, ну, у нас там по домашним группам дали данные, вот сколько, допустим, вот в этой конгрегации больных людей, которые вот считают, что они больны, то есть вот они соглашаются, вот есть какие-то проблемы. Для чего мы делаем вот такую оцифровку? Для того, чтобы знать, чтобы мы хотим повлиять на эту цифру. Допустим, там в прошлом году у нас была там цифра 162, если взять вот общую от церкви. И тогда для чего нам это нужна информация? Ну, для того, чтобы влиять, для того, чтобы создавать какую-то стратегию, какие-то программы, как сократить эту цифру, как нам вот, ну, привести, чтобы церковь, она была здорова. Потому что я верю, когда мы говорим о городах, когда мы говорим, «Я, мы хотим, чтобы в городах там закрывались аптеки, закрывались больницы». Послушай, это начинается с нас. Мы должны пережить и стать носителями божественного исцеления. Теперь живешь не ты, а Иисус в тебе. Это и есть божественное исцеление, это и есть источник исцеления. И тогда мы вот, ну, видим эти стратегии, мы создаем их, мы, Бог показывает, мы можем видеть вот это помазание, которое Бог вот, ну, дает нам, открывает нам. Вот, помнишь, как однажды один из пророков, он пришел, и она, эта женщина, она была богата, у нее было, у нее были какие-то ценности, помнишь, елей, но они умирали с голода. Но он, он увидел, он увидел, то есть, что нужно наклонить эти вещи, нужно для того, чтобы она стала богатой. Вроде она богата, вроде ценность есть, а что с этим делать? Вот сколько людей сегодня в церкви, которые, ну, знают о том, что у меня Дух Святой, сила там, и все такое, но он всего лишь знает, он живет как будто около, рядом с этим, но ничего в жизни не меняется. Сколько вот таких вот пассивных, таких вот формальных христиан сегодня? И тогда нам, ну, культура, мы берем вот такие ценности, и мы начинаем культивировать это, и тогда любой человек, который придет, он столкнется, он придет в церковь, он увидит, о, слушай, как интересно вообще, что здесь происходит. Интересный опыт, вот мне приходит на память одного такого апостола исцеления, Джона Джалейка, вы наверняка знакомы с его служением. Я очень... Да, и интересно, что вот, то есть это исторический факт, когда он, ну, был на миссии в Африке, да, и там начал, ну, много служил в сфере исцеления в Африке, а потом он вернулся в Соединенные Штаты и приехал в свой город, там, Споккейн, насколько я помню. Да, да, да. И это исторически зафиксированный факт, что через какое-то время, когда он, вот это вот, ваше мышление, которое, вы сейчас говорите, вот на уровне церкви, да, принес на уровень своего города, и этот город был самый здоровый город. Там закрылись и аптеки, там позакрывались больницы, и это исторический факт, и меня это очень вдохновляет. Мы можем стремиться к этому, это реально вызов от Бога, мыслить так. И если ты мыслишь, если ты принимаешь вызов, ты начинаешь видеть стратегии, ты начинаешь видеть небесную мудрость, что Бог открывается тебе в этом направлении. Когда он открывается, ты начинаешь видеть, как и что. И вот здесь вот мы можем разговаривать о методах, о стратегиях, Бог открывает нам, и мы можем стремиться, Мы можем принимать вот эти вещи как вызов. И, конечно, это вызов для церкви. Это для меня огромный вызов, самый большой вызов. Привести поместную церковь к этой культуре, к этому единству, чтобы был некий прототип. Чтобы любая другая церковь, она бы сказала, слушай, работает. А, слушай, вот как у вас. О, слушай, мы могли бы двигаться вместе. Это очень меня вдохновляет. И вместе с этим я вижу, какой он огромный, вот этот вызов. Потому что недаром в Писании вот такие вещи, что апостол Павел говорит, о, ребята, здесь Павлов, Аполлосов и так далее. Нам нужно увидеть больше. Да, я приезжаю в одну церковь, и там такая церковь, двигающаяся в исцеление, с таким мощным служением исцеления. Там команда порядка 30 человек, они активные такие, ходят по больницам, молятся за людей, свидетельствуют. И я приехал туда, мы там проводили семинары вот об исцелении. И собралась вся эта команда. И я их вот просто говорю, ребят, вот расскажите, как вы двигаетесь в исцелении? Что такое божественное исцеление? Вот просто расскажите, вот как вы, вот как это для вас? Что это? Ты не поверишь. Через пять минут, уже через пять минут разговора, они начали друг с другом спорить и выяснять отношения. О, слушай, да нет, да это вот так, да это вот эдак, да это ты неправильно говоришь, да вот пастор нам рассказывал. Понимаешь? И насколько бы было мощнее, когда бы мы были как один человек. И в этом что-то есть. Об этом можно молиться, размышлять. И меня это очень сильно вдохновляет. Я знаю, пастор Сергей, что вы разработали специальное пособие. Курс исцеления, да. Курс исцеления, да. Вот, и получается, вы используете вот этот вот инструмент, как один из инструментов для насаждения культуры, для снаряжения, да, правильно? Да, да, да. Это один из инструментов, одна из стратегий, вот как можно передавать. Потому что, что такое курс исцеления? Это несколько тем базовых, то есть, где мы раскрываем полностью, вот как мы видим, что такое божественное исцеление, как мы вот смотрим на этот вопрос. И мы постарались его сделать таким, знаешь, ну вот, он базовый, который говорит об отношениях с Богом, там, о вере мы говорим, о слое Божьем. Все такие вот, знаешь, базовые темы, о которых на каждую тему написано там тысячи книг. Ну, допустим, у нас есть тема веры, да, или искупления. Сколько материала, сколько вот всего. И, но задача была такая, что в каждой теме нужно расставить несколько акцентов, а как мы будем передавать, а как мы будем говорить об этом. Для того, чтобы мы могли передавать, утверждать других людей. И курс исцеления – это вот один из инструментов, когда мы делаем эту профилактику, встаем вот в эту активную позицию, чтобы охватить все тело, чтобы, вот, знаешь, любого человека в церкви разбуди, он мог сказать, слушай, вот это так у нас, мы передаем так, мы договорились, что это будет так. Когда придет очередной человек и прилепится к церкви, он уже попадает в определенную субкультуру, в социум, где мы как одно, понимаешь, то есть одно целое, никто не плавает. Мы в одном направлении. Дьявол не знает, что с этим делать. Он, помнишь, 1 царь 17 глава, где он, Голиаф этот, стоит против вот этого божьего войска. Он говорит, ребята, я так не воюю, я воюю один на один. И тем самым он, знаешь, вот расшатывает церковь. Одна сестра у меня в одной церкви спрашивает, ты знаешь, вот мы молимся за исцеление, а у нас нет результата, вот у меня нет результата. И спрашивает меня. Я говорю, да это я тебя должен спросить, почему в вашей церкви нет результатов? Почему? Почему? Это вызов для лично каждого, где мы находимся. Это вызов лично для тебя. И тактика дьявола, она вот такая. Он заряжает эту стратегию. Вот проблема, и давай решай. Вот эту проблему решай, вот эту проблему решай. Нет, мы, мы, зачем проблему? Пускай у нас нет проблем, у нас есть послание. И мы отталкиваемся от послания. Получается, когда приходит дьявол, когда приходит, ну вот он начинает свою тактику применять, что он действует не против меня лично. Допустим, у меня проблема, ну какая-то там, не знаю, болезнь или там моих близких. И получается, когда он приходит ко мне, он приходит не ко мне, а ко всему телу, ко всей церкви. Мы находимся в таком контексте, что он даже не может сюда прийти. Потому что он понимает, что здесь божье войско, как один. Ну то есть это вот... Один организм. Да. Он к любому подходит, и они как один. Они вот, понимаешь, как однажды меня тренер учил. Он говорит, послушай, ты начнешь, ты станешь чемпионом, когда ты научишься вот из любого положения делать один прием. Вот у тебя вот из любого положения. Вот просто немного, не весь диапазон, не вот эти вот, знаешь, там, сто приемов, а научись делать вот один прием. И вот когда мы создавали эту культуру, даже тот вот курс исцеления, как легко его передавать, чтобы было прозрачно, чтобы было понятно. Вот просто несколько акцентов в каждой теме. И тогда вот мы начали вот этот закон. Утверждая другого человека, ты утверждаешься сам. И также курс исцеления, он помогает еще вот в этом аспекте, когда вот как сделать так, вот мы говорим о каком-то видении, мы говорим о каком-то послании. Это на данном этапе пока информация. Ну да, мне нравится вот то, что ты говоришь. А как сделать так, чтобы это стало, ну, достоянием моего духа, моей мысли? Как я могу получить откровение? Сегодня столько информации вообще, море информации, хороший, плохой. Но как сделать так, чтобы вот это стало ремо, стало озарением для меня? И тогда я верю, идите и научите написано. Причем там нет слова научите, вот это синодальный перевод. А там, в оригинале, там такое значение. Сделай так, чтобы он стал как ты. А как ты это сделаешь вообще? Ты не учитель, тебе нужен дух святой, тебе нужен Бог, тебе нужно взять ответственность за этого человека. И когда ты будешь утверждать его, ну, ты мне сейчас спросишь, ну, ты сам неутвержденный, как ты можешь утверждать его? Ты получил эту информацию? Начни делиться, возьми ответственность за этого человека. Начни вкладываться, начни молиться за него. И какой-то следующий шаг, следующий человек... Ты сам будешь утверждаться. Ты сам будешь утверждаться в этих вещах. И вот эта информация, она становится твоим озарением. Ты утверждаешься частью тебя. И вот курс исцеления, он помогает становиться таким носителем видения, таким человеком, который утвержден в этом направлении. И вначале, конечно же, у тебя пока информация. Ну, помнишь, вот мы говорили, уже в Библии написано, вот вы просите, просите и будете получать. А вот в какой позиции мы просим? Есть люди, Господи, дай, Господи, всю жизнь дай. И ничего у него не происходит. А есть человек, Господи, дай и получает. Почему? А потому что там, в этом месте, вот, по-моему, Матфея 7 глава, он говорит, послушай, просите и будете получать. И заканчивает эту мысль. Как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой, начни поступать так с другим. То есть, стань позицию даятеля. Ты получаешь, когда ты даешь. И вот, когда мы раздаем исцеление, когда мы делимся даже информацией, это становится озарением. Это становится силой. Это становится духом. Это становится культурой. Это внутри. Это перемещается. Это не просто, вот, знаешь, когда ты, как вот, ну, в каком-нибудь дешевой школе, вот, пришел, там, учитель просто слил какую-то информацию. Ей наплевать вообще, поняли, не поняли. Это не так. Ты хотел бы передать, ты хотел бы, чтобы он прошел с тобою. Ты чувствуешь, ты берешь вот эту ответственность, вот эту. И вы идете вместе, ты молишься за него. И тогда это начинает наполнять тебя. Тогда оно начинает работать. И ты утверждаешься сам. И один из тезисов от священников Господа звучит таким образом. Обычные люди исцеляют, обычные люди, уверовавшие люди, обычные люди исцеляют и передают ответственность делать то же самое другому человеку. Вот, вот такие вещи. Слава Богу. И все желающие могут написать вам на сайт, обратиться на сайт священники Господа. И подключиться к этому курсу. Да, в данный момент мы вот сейчас одновременно мы с разными церквями ведем обучение. Сколько уже человек прошло вот этот курс? Как вы думаете, пример? Сотни людей. Сотни. Ну, конечно, это цифры, ну, сотни. И в этой церкви, и разные церкви подключались, подключаются, мы общаемся, мы проводим разные типы обучения, в разных форматах мы открыты. Потому что это наша цель. Вот взаимодействовать, делиться этими вещами. Причем, когда я делюсь, там же масса вот другого опыта, который меня усиливает. Потому что, ну, сказать об исцелении, что вот ты все знаешь, я все знаю. Ну, нет, конечно. Ну, куча вопросов. То есть, масса другого опыта. И мы растягиваем друг друга. Мы становимся как одно целое. Объединяемся. Объединяемся, да. Вот ассамблея исцеления, это вот такая площадка. Слава Богу за ассамблею. Слава Богу. Мы можем ежегодно приезжать. Слава Богу. И снаряжать свою церковь. Аминь. И, дорогие, наша передача подошла к концу. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь к движению Духа Святого. Присоединяйтесь к движению исцеления. Принимайте опыт, делитесь опытом. Наставляйте другого. И будете наставлены, укоренены, утверждены сами. Пусть Бог благословит вас. Иисус исцеляет. 21 год назад я заболела, простыла. После того, как я выздоровела, у меня нос перестал дышать. Ходила, обследовалась к врачам. Врачи ничего не могли сделать. Они сказали, что у меня произошла атрофия слизистой носа. И мне приходилось пользоваться каплями в нос. Сначала пользовалась слабыми, детскими каплями. Затем перешла уже на более сильные. У меня, конечно, с собой всегда были капли. Куда бы я ни ехала, куда бы я ни шла. Во всех сумочках, во всех карманах, любой одежды у меня были с собой капли в нос. Когда 30 июля я была в церкви, после служения подошла к священникам Господа. Я подошла, за меня помолились. Я сама молилась. После 30 июля я ни разу не пользуюсь каплями. Никакими абсолютно. У меня нос свободно дышит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok